Всем привет! На связи Пальмачинский Ян и Артём Бородавкин. Мы вместе основали компанию Space Smoke. Собственно, Артём придумал пасту, и мы сейчас её продвигаем. Заходим в разные регионы, города, заведения с нашей продукцией. Получаем от наших дилеров вопросы, как именно лучше забивать. И ещё там целый ряд вопросов я выписал, поэтому сегодня мы встретились с Артёмом. Артём, привет! Всем привет! И сейчас прям у основателя, у создателя узнаем, как именно можно забивать, как лучше это миксовать, какие вообще есть вариации, вредно, не вредно. В общем, все вопросы, которые накопились, мы их прям зададим первоисточнику и получим ответы. Также я хочу, чтобы мы забили один кальян и покурили его, и посмотрели дым, что вообще, в принципе, это курица, что это работает, а то, как это на вкус, и какая там жаростойкость или другие аспекты вы сможете уже попробовать у себя в кальянной. В общем, приступим. Для начала покажи нам, как забивать, и мы уже одну чашечку поставим нагреваться. Кальянная паста, спейсмак у нас забивается на чашах фанал. Почему именно фанал, то надо понимать, что продукт пастообразный. Если мы будем брать обычную, там, пятидырку, турку или какие-то различные чаши с дырками, естественно, паста будет просто стекать какая-то часть, и мы полноценно не насладитесь кальяном. Поэтому используются чаши фанал. Чаши фанал на сегодняшний день имеют огромный ассортимент, то есть различные, там, не знаю, от новых там металлических чашек до силиконовых. И еще очень много производителей, которые делают чаши фанал. Суть у них простая. Вот возьмем для эксперимента. То есть мы зашли в ближайший хука-маркет-магазин, купили все возможные чаши фанал, чтобы показать, что продукт универсальный подходит для любой. То есть мы купили и самое популярное облако, Космобол, еще какие-то чаши. Также присутствуют наши фирменные чаши, которые сделаны совместно с Романом Крецу, бренда Глина Эко. Вот, давайте попробуем. Сначала сделаем первый микс в чистом виде. Возьмем чашу облака, это фанал Эско, маленькая, самого размера. Сюда много пасты не вложит, где-то граммов там 10-12 на забивку. Ну, в принципе, часов это хватит покурить и попробовать продукт. То есть берется тюбик, открывается, просто намазывается равномерным слоем. Вот мы видим, просто намазали. Я в камеру поближе покажу. Все, ставится на пыльян. Там вообще совершенно нет разницы, как вы забиваете. Если там пустые места, или равномерно, неравномерно, вы можете буквально вот так вот просто, ну как, немного покрутить пасту, и она полностью равномерно распределится по всей плоскости чаши. Поэтому забивается просто вот за 15-20 секунд. В этом есть одно из преимуществ, что забивается быстро. На чашах, которые там 10-12 грамм прогревается, это 5-6 минут. Там, где 15 грамм, оно требует уже 8 минут. Здесь там вы будете забывать вдруг 20 грамм. Хотя это не нужно, потому что на 15 граммах курицы полтора-два часа. Там, собственно, еще больше. Поэтому забивается быстро, прогревается чуть дольше. Но в среднем то-на-то примерно и выходит, верно? Да. Так, давай, забили обычный. Сколько нам нужно будет времени подождать? Я думаю, сейчас минут 6 она погреется. Я засеку 6 минуточек. Давай теперь какой-нибудь микс сделаем. Да, по миксологии также паста легка, универсальная в миксологии. То есть она специально обладает разными цветами, чтобы человек видел, сколько какого вкуса добавил и ровно вымерил пропорцию. Допустим, возьмем чашечку вкусного бау. То есть, допустим, сделаем какой-нибудь экзотичный микс. Что у нас тут есть? Манго. Берем манго. Допустим, манго берем за основу. Его у нас будет 50%, допустим. То есть у нас забиваем половинку манго. Допустим, еще добавим какого-нибудь экзотичного фрукта типа small djent. Это вкус маракуйи. Добавим маракуйю, манго маракуйю. И, допустим, делаем свеженький. Освежим его. Сейчас найдем мы свежесть. Вот, black hole. Это свежесть, это холодок. Добавим холодка немного. Он довольно сильный. Где-то его примерно там процентов 10-15. И вот получается у нас замечательный микс. Мы видим примерную пропорцию. То есть, видите, желтый это манго 50%. Где-то там 30% это маракуйя у нас small djent. И чуть-чуть синенького холодка. То есть, вот такой элементарный быстрый микс. Вы можете понятное дело делать. Так, это какая у нас крепкость получается? Да, вся паста у нас идет крепостью средней. Ой, легкой крепости. Это где-то 3-4. То есть, это как бы шкала субъективной. Но это соответствует легкому кальяну. Что мне делать, если я хочу пасту на 5-6, на 7-8? Расскажи, как ты делаешь. Да, у нас есть в линейке специальный продукт, называется крепость. Мы его назвали Hardness. Тут соответствует x3 крепость от стандартной. То есть, тут по факту где-то 8-9-10 даже. То есть, мы не рекомендуем это ни в коем случае забывать в чистом виде, потому что это реально сильно крепко. Вот, она не имеет запаха вкуса постороннего, поэтому она легко миксуется со всеми другими пастами. табаком, куда хотите сделать крепче. То есть, по факту мы, чтобы довести до средней крепости 5-6, 5-6-7, возможно, потому что, опять же, говорю, шкала это субъективная. Мы просто добавляем 1-4 часть крепости. Так, она серого цвета. Да, она серого нейтрального цвета, чтобы ее сразу могли отличить по крепости. То есть, добавляем 1-4, где-то примерно чаши. Добавляем, допустим, сюда также. Вот, мунглэ, курант, там, красную смородину. Черно-черная смородина. Значит, это сколько будет по крепости? Я думаю, это где-то в среднем получится 5-6, средняя крепость. Может быть, 7, то есть, как я говорю, шкала субъективная, и тут надо пробовать самому на свой вкус. Потому что в разных регионах, в разных городах курят по разному крепость. То есть, там, в Сибири это более... В Сибири Киеве по-другому. Я сам из Новосибирска. И в Сибири ценятся очень такие жесткие коленки. Да, да, да. То есть, для сибиряков это будет, там, на 4-5, а в Москве это будет считаться уже как 6-7 или даже кому-то 8. Поэтому это все субъективно, пробуйте. Так, давай еще раз поговорим. Сколько времени нужно нагревать чашу под колпаком? Сколько грамм забиваешь? И сколько ты используешь? Сколько грамм, да? Да, то есть, на самом деле, время прогрева чашка, но, опять же, зависит от многих факторов. Какой у вас уголь, какой у вас колпак. То есть, допустим, если брать какой-нибудь классический колпак, там, там, прогревается быстро. Если брать какие-то новые колпаки, у которых есть дополнительные сектора, то чуть-чуть подольше, там, на минуту плюс, минуту минус. По чашам так же. То есть, надо понимать, что чем глубже чаша, допустим, фану, то, соответственно, больше будет прогреваться. То есть, мы поэтому рекомендуем использовать фану средней глубины. Расскажи, если факторов, допустим, много, и там, от колпака зависит от чаши, например, от количества забивки, как мне определитесь, я не знаю, что там реально под колпаком, что там было забито, как мне определить, когда он будет реально готов? Какой алгоритм? Самое простое, это взять, попробовать кальян. То есть, вы пробуете. Вот я, мы явно не догрели еще. Четыре минуты прошло. Да, вы видите, что дыма еще как бы нет особо. Значит, просто подождем еще пару минут, чтобы он догрелся. Понял, а если я перегрел пасту, как это чувствуется? А, с перегревом это вообще замечательный продукт, который полностью держит любой перегрев. То есть, допустим, даже вы перегрели, у вас вы берете пробовать, он у вас горчит, бьет по горлу. Вы легко скидываете уголек, остужаете, продуваете кальян. И, в принципе, все. У вас полноценно остается тот же вкус, та же дымность и легко восстанавливается. То есть, на перегрев он терпит любой. Ну, перегрев ровно такой же, как у обычного кальяна из-за глицерина или... Да, 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 то есть, надо понимать, что, значит, там перегрело кальян горчит. То есть, до сих пор у многих заблуждение, что если классический кальян на табаке горчит, это значит, что там горит табачный лист или еще что-то. Нет, надо понимать, что это просто перегревается глицерином. У глицерина температура кипения, перегрева, там, достигается где-то примерно 250 с плюсом градусов, там, точно не могу сказать. Но, когда глицерин перегревается, он начинает, собственно, горчить и бить по горлу. То, что мы называем перегрелся, горчит, горит. На самом деле, это просто перегревается глицерин. Как вы только его остужаете, он прекрасно дальше курицей без всяких неприятных ощущений. А по лицу он быстрее остужается? Или на по лицу его сложно перегреть? Почему у нас является жаростойкой? Как это работает? Да, вот этот природный абсорбент, наша минеральная основа, смесь нескольких. Она абсолютно, во-первых, безвредна для организма. То есть, у нее температура горения более 1000 градусов, в кальяне вы такого никогда не достигнете. И в принципе, даже если нагреть до 1000 градусов, она никак не будет влиять на организм, не выделять каких-то вредных веществ. Поэтому, когда вы только перегреваете пасту, вы перегреваете только глицерин. То есть, он чуть-чуть погорчит, вы его остудили, температура пришла в норму, и вы продолжаете дальше нормально курить. Расскажи, как раз, вот про вредность химии, это не химия. Расскажи, есть такое мнение, что типа, о, это химия. Да, первое впечатление, несмотря на пасту, что это такое, это что-то химия, это что-то вредное, еще и цветное, вы это курите, мы отравимся, рак легких, мы все умрем. Нет, мы никто не умрем, мы будем жить. И еще раз повторюсь, то есть, что такое кальяная паста, это кальяная смесь на минеральной основе. По сути, это то же самое, что стандартный табак любого бренда, который мы привыкли курить, только мы заменили носитель, табачный лист, минеральной основой. Что такое минеральная основа? Еще раз повторюсь, это природные минеральные абсорбенты, которые просто идеально впитывают в себя ароматизаторы глицерин и под воздействием температуры, без искажения вкусов и дополнительных привкусов, это отдают. То есть, отдают пар с ароматизатором. Расскажи, сколько тестов вы делали, какие-то проверки проходили? Мы разрабатывали этот продукт большой командой, то есть, это были профессиональные химики, органики, биологии, которые следовали воздействию на организм многих продуктов. Это настоящие флавористы, которые давно подбирают вкус и мягчают. И продукт мы разрабатывали полтора года. Первые полгода мы разрабатывали стабильную минеральную основу, чтобы она отвечала нашим запросам, то есть, это отдача дыма без искажения вкуса. Потом мы подбирали ароматизаторы, то есть, переработали со всей Европой, миром, там, Малайзия, Америка, Бельгия, Финляндия, Швейцария, Франция, Германия. То есть, все страны мы подобрали ароматизаторы, которые мы считаем, опять же, все ароматизаторы являются мировыми брендами, сертифицированными, пищевыми, специально для табачных изделий, еще какие-то. И это абсолютно безвредный продукт. Считается. Так, у нас вроде бы должен подойти колен, да? Попробуем его? Попробуем. Как и говорили, тут прошло 6 минут. Бима много. Прошло 8 минут. Не перегрячь? 8 минут? Нет, ну чуть-чуть он как бы перегрелся, но, говорю, это опять же, не страшно. Так, пробуем ты, не сталкиваем. Мы есть, а? Какие угли у нас здесь? Мы используем 25-й уголь, 4 штучки. Вот он чуть-чуть перегрет, и мы его просто остужаем, продуваем, снимаем один уголечек. Что мне нравится в пасте, это, я не знаю, как это объяснить. У меня, я не могу пить горячий чай, у меня постоянно, вот горло очень чувствительное, просто максимально чувствительное. И мы, нам повезло в нашей команде, что все тестируется потом в конце на мне, и говорят, типа, ну что, Яна, тебе бьет по горлу или не побьет? Еще, я сидел всегда в кальянной у себя в доме, я курю кальян и кашляю, 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 кашляю. И меня уже и учили курить кальян, короче, типа, да ты неправильно куришь, я говорю, да мне просто как бы этот, просто по горлу постоянно бьет, я не знаю, ну такая физиология. И что мне нравится в пасте, что для меня она не бьет по горлу, я от нее не кашляю. Еще есть такие непрофессиональные курички, ну, они любят, но они как бы не знают всех тонкостей, они просто вот любят по коль колен. И я их часто встречаю, это мои друзья, знакомые, и они говорят, типа, Ян, спасибо тебе, что ты открыл для нас пасту, потому что я наутро просыпаюсь без головной боли. Мне легко курица, типа, легко тянется, я просто вкусно, дымно, легко курю, не страдаю, хотя парни мне, типа, нравится пускать дым и курить кальяны. Поэтому, вот, порог входа в пасту для многих будет менее стрессовый, потому что все равно есть люди, которые хотят покурить кальяны, они его курят даже, они фанатеют от него каждый день, там, его курят. Но у них, им тяжеловато это делать. Вот, это чисто такая моя штуковина, и я увидел людей, которые вот именно тоже немножко, как бы, им было тяжеловато, и я увидел, что они именно благодарны, что им стало легко. Вообще, идет тенденция большая на рынке, что люди курят все намного легче, 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 потому что им уже не надо, чтобы там было крепко, средней крепость, там, сильно, и чтобы не разматывало, чтобы сохранять свой рабочий настрой, там, на деловых встречах. То есть, надо, чтобы прям размотало, и вы сели прям в сани, то есть экстра крепкость, особенно для брутальных парней, которые говорят, что, когда курят обычную пасту, и мы, допустим, там сидим в кальяны, и тестируем ее, и они подходят, говорят, типа, ой, мне, типа, вообще не крепко. Мы сразу же останавливаем, берем, забиваем, говорим, попробуй такую, курят, вот это, говорим, другое дело, но это просто дозируется, вы просто должны кастомизировать каждую чашу под себя, под гостя, какой-то, 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 так, давай, теперь попробуем, я могу покурить, ты можешь позабивать. Давай забьем пару чашек на табаке, как это можно делать, как это можно... Пасту можно курить не только в чистом виде, ее можно миксовать с табаком, тут уже, как ваша фантазия, можно пасту намазать снизу, давайте даже попробуем, то есть мы берем чуть-чуть пасты, то есть паста очень яркий вкус, продолжительность, то есть она будет продолжить, увеличивать время курения кальяны, и, собственно, сохранять вкус на протяжении всего времени. Если вы хотите меньше чувствовать вкус пасты от табака, то есть мы берем на дно, там, на стеночке намазываем пасты, чуть-чуть добавили на дно пасты, и, собственно, сверху уже там забили табачок, как классический кальян. То есть есть один формат, когда ты сначала размазываешь пасту, получается, по чаши сверху табак, какие еще есть форматы? Вы можете... Сейчас я побью эту чашку. Могу я сектор сделать в виде табака? Да, тут вариация забив, только к вашей фантазии ограничена, то есть мы снизу намазали пасту, сверху забили табачок, там все выровняли и сделали. Вы можете сначала забить табак, а потом сверху намазать пасту. То есть паста, она же растойка, она будет сохранять жар, и табак будет также равномерно давать свой вкус в перемешку с пастой. Можете брать, конечно, и забивать 50 на 50, просто взять пасту, взять табак, перемешать это все, и вот эту массу забить в чашку. Можете сделать секторами, там половину табака, половину пасты, но надо понимать, что табак прокурится быстрее, а потом останется еще вкус пасты. То есть тут вариация только ограничена вашей фантазией. Здесь даже мы куда-нибудь тоже сюда в чашку забьем, здесь все возможные варианты. Еще нравится, когда, допустим, куришь обычный табак, и ты его куришь уже, допустим, час, у тебя прогорело, ты можешь снять просто колаут щипчиками угольки, ну, табак, который уже стал углем, немного стряхнуть, убрать его, и сверху просто прям поверх налить пасты, ставишь колаут, и у тебя снова насыщенный вкус, снова, опять же, снова есть вкус, потому что у табака обычно у него теряется вкус через какое-то количество времени курения, и добавляешь пасты, снова вкус появляется, крепость появляется, и ты куришь, как бы... Легко можно реанимировать колен, если вдруг у гостя что-то ему не нравится, и он хочет... Да, вот видим, что снизу табак, сверху паста, здесь у нас снизу паста, сверху табак, сейчас мы еще сделаем там секторами, что взобьем, допустим, несколько даже вкусов возьмем там сектор пасты. Есть смысл мешать табак в пасте, чтобы потом это все раскладывать, или можно вот так, и оно потом равномерно распределиться? В принципе, без разницы нет, то есть надо понимать, что паста, она более жиростойкая, то есть исходя из ваших изначальных желаний, то есть это идет. Вот, когда мы, допустим, 50 на 50 просто там смешиваем пасту с табаком, надо понимать, допустим, мы берем какой-нибудь табак, там, средней крепости или крепкий, перемешиваем его с пастой, то табак, получается, крепость падает за то, что еще паста будет удерживать в себе табак. Опять же, будет яркий вкус, этот колен будет куриться гораздо дольше, чем мы все бы курили просто табак отдельно. Тут, еще раз повторюсь, тут просто ограничена ваша фантазия. То есть экспериментируйте, пробуйте, как вам больше нравится. Колянная паста не нужны акцизы, верно? Да, то есть этот продукт без акцизны, не попадает под акциз, потому что в составе нету под акцизных продуктов табачного листа. Я знаю, что у нас в Дубай ушла уже поставка, и они были очень рады, что нет акциз, и, насколько я понял, есть какие-то ограничения с акцизами, и мы не можем отправлять, допустим, акцизные табачные продукты в Дубай, или это занимает огромное количество разных усилий. Вот, поэтому они были очень счастливы, когда мы смогли, ну, они сразу сказали, типа, блин, акциз нет, офигенно, давайте отгружайте. И я понял, что для некоторых это может быть боль, если вы вдруг на других странах находитесь, то для вас это как раз может быть продукция, которую вы можете легко себе поставить. Так, что еще важного мы упустили и не сказали, не рассказали про продукцию? Про чашу мы рассказали, что нужно использовать фазу, про миксологию чистой пасты. Про железо ты рассказал про чашу? Да, это чашка Огонек от Сергея Путкова. Хорошая, на самом деле, чаша. Требует небольшое количество забивки пасты, то есть тут по факту где-то забивается, ну, не больше, наверное, 12-15 грамм, то есть это архимально. Мы легко также намазываем пасту в чашу. Вот видим. Ставим также, там, 3-4 уголька, сколько влазит. И также металлическую чашу у нее преимущество быстрее пригрывается полностью вся смесь, и в то же время она за счет этого лепестков радиатора, она не перегревается, и также стабильно, ровненько, как курица. Поэтому пасту можно использовать любой чаши типа фан. Расскажи просто про то, когда я, например, оставил чашу, она полностью остыла, я ушел, там, по своим делам, на пару часов. Да, за счет того, что продукт легко восстанавливается, и террик подражается в перегреве, и перепады температур, то есть можно покурить пасту где-то часок, вы понимаете, что вы забили, там, 15 грамм, она будет куриться еще больше, вы легко убираете угольки, она полностью остывает, возвращаясь через час-два заново ставите угольки, она снова прогревается, и так же вкусно курится, как и для этого. Она будет куриться до тех пор, пока просто не испарится глицерин там, и она просто высохнет, останется чистая минеральная основа, которая легко моется. То есть она на чашах не оставляет никаких следов грязных, то есть ее просто взяли, помыли под теплой водичкой, она легко отмылась, у вас новая чашечка, и все хорошо. Так, какая получается себестоимость у нас чаши, забивки на 15 грамм, я к полтора часа уже курить. Ну давайте посмотрим, то есть тюбик у нас идет 125 грамм массой, если в среднем брать на забивку 15 грамм, который будет стабильным 15-20, 15 грамм забивка. Да, давай почитаем по граммовку. 650 рублей это цена для кальянной гели на 125 грамм, получается 5,2 рубля за грамм, нужно меньше пасты, чем табака, получается умножаем на 15 грамм, и у нас получается 78 рублей за одну забивку. В планах у нас в дальнейшем планируются такие большие 400 граммовые тюбики, и как вы знаете, монтажная пена есть, только у нас там уже на весну планируется сделать такие пистолеты, очень аккуратненькие, маленькие 400 граммовые, и можно прям будет так вот из рукоятки быстренько забивать в два щелчка, потом снова поставить в стойку специальную, которую мы сделаем, и там получается будет еще дешевле стоимость каждого грамма. Так, расскажи, пожалуйста, еще по поводу вот этих вот инноваций, потому что всегда есть скептики, и те, кто сразу адаптирует новые инновации, новые продукты в свою жизнь, там процентов 5-10 от населения, потом дальше идет 80-90%, которые просто принимают это, и второй волной подхватывают всю идею, и вот последние 5-10-15% людей, которые сопределяются до последнего, держатся за старые традиции, но рано или поздно все равно туда приходят. что тебе есть сказать на этот счет? Да, если мы углубимся в кальянную вообще историю, то есть опять же мы столкнулись, когда там, зачем эта паста, если есть табак, зачем курить вообще что-то новое, если есть привычный табак, который, по-другому, куриц уже годами. Ну и сильно, это реально только вот прям 10%. Да, но тем не менее, давайте вернемся в историю кальяна курения. Здесь вспомним, там, 2013-2014 год, когда появились халавды лотоса, до этого все курили на фольге, и думали, зачем тебе там устройство, на фольге прекрасно быстро разогревается, курица, но опять... А на фольге могу курить? Да, но паста так же легко курится и на фольге, даже еще быстрее прогревается, потому что на фольге идет быстрее нагрев, и, собственно, вся температура нагревается, и вообще за 3-4 минутки раскуривается, ну, ура, и курится, то есть, можете на фольге курить. Вернемся к истории, тут кальяна лотоса, когда появились, также люди их отталкивали, говорят, зачем какие-то устройства еще дорогие, вот на фольге быстренько приготовить, но на самом деле, посмотрите, сейчас уже все курят на кальянах, и уже забыли, что такое фольга, и многие даже разучились, или там новое поколение кальянных мастеров, любителей кальяна, вообще не знаю, как забывать на фольге, сколько там используют, фильтрон, отступы, там еще что-то, и это вошло в жизни, и это уже как бы, это нормально. Также были там первые российские кальяны, то есть, когда, типа, зачем российские кальяны, там из алюминия, из нержавеющей стали, если это есть классический, там, халил мамун, так же с диффузором, типа, зачем кальяна с диффузором, если есть классический тяг, которая там такая халил мамуновская, такая трушная, жесткая тяга, но сейчас опять же, посмотрите на рынок, почти все кальяны из нержавеющей стали, с диффузором, с коллобоминутов, все прекрасно курят, также зачем чашки фанал то есть были эти глиняные турки пяти дырки по 100 рублей но понимаете вкус фанале сохраняется дольше потому что он как бы не стекает и сироп и курица больше также кальян если дальше дальше в историю губиться были без продувного как этого клапана просто сирийские кальяны которые были без продува даже если брать ароматизированный табак который мы сейчас курили если взять опять в историю там все курили восточных странах это чистый табак журак без ароматика был менее дымный но он был крепкий так курили кальян всю жизнь в истории потом появилось молодое поколение которое сделали ароматические табаки со вкусом их надо уже с фольгой курить чтобы было не так жестко и крепость у них снизилась это обычное развитие индустрии йод развитие то есть появляется новая основа 2017-2016 год там чабака появилась первые делали смеси на чайном листе то есть заменили также табачный лист чайный чтобы также уйти от акцизы и то есть пути другую крепость и это также вошло в нашей жизни сейчас там больше там 10 20 производителей там смесей на чайном листе появляются там чайные смеси на водорослях там на клетчатки на глюкозе там какие-то пробуют люди новые носители и просто сделать нам на минеральной основе это просто следующий этап развития кальян индустрии мы не говорим что паста на минеральной основе должна полностью заменить табак ни в коем случае это просто новый продукт самостоятельная смесь которая также должна войти на рынок и занять свою какую-то нишу и найти своих любителей ввести мир даже посмотреть то если раньше там были лампочки накаливания стали диодные лампочки намного просто в разы экономнее получается меньше с ними заморочек по смене этих лампочек просто новая технология сильно прям на голову на 2 шагнула вперед то же самое с раньше были дизельные машины дизельные спорткары сейчас там тесла выпускает электромобили электро там роста который сразу же в гонять lamborghini ferrari все все спорткары которые вот массово массовой доступности есть поэтому когда технология просто доходит до нового там артем с командой химиков там тысячи раз тесты забивали там разрабатывали вот у них получилась формула она просто выводит на следующий уровень сразу становится дешевле становится больше дыма больше вкуса больше всего сразу по всем параметрам появляются эти преимущества вот но а по преимуществам для дистрибьюторов для дистрибьюторов для кальянных для кальянщиков для гостей вот эти все четыре разных по сути группы с которой мы взаимодействуем для всех них максимально выявлены свои преимущества и они у нас есть презентации или у нас будет отдельные видео где мы про это все расскажем вот поэтому пробуйте пользуйтесь позвольте себе новое вообще ощутить и насладитесь вкусом который есть который дым который есть жаростойкость длительность курения просто посмотрите объективно на преимущества которые вы можете самостоятельно моментально увидеть и они очевидны и вот и дальше все взвесьте посмотрите и присоединяйтесь к нашей продукции очень сильно мы старались я скажу за артема тем очень педантично подходит к выбору ингредиентов поставщиков и на самом деле можно было бы там намного меньше заморачиваться я бы нам меньше бы заморачивался и это бы там закрывал глаза но артем мы сам по себе по натуре своей он не может позволить не доработать все эти элементы еще раз протестировать еще раз там какую-нибудь сертификацию которая добровольная и и пройти еще какие-то такие вещи поэтому то что ты сделал артем со своим подходом со своим вообще в принципе подходом к продукции это конечно вызывает и уважение и сразу же видно вопросов при претесте тем более нам очень легко это дело все продавать потому что мы приезжаем колянные или наши дистрибьюторы приезжают и получает сразу хорошую обратную связь и люди говорят офигеть достойно я даже не ожидал там однажды курил какой-нибудь американский аналог и это просто небо и земля просто небо и земля поэтому что нужно сделать попробовать раз разобраться прокурить ее сделать это все забивку чтоб точно там перегреть например там не догреть все это короче все эти нюансы увидеть позабивать разные форматы в чистую там с микс холодком микс там с крепкостью особенно и с крепостью поиграть то на 5 то на 7 то на 8 позабивать с табаком в общем разные вариации попробуйте поиграйте и я думаю у вас должно получиться спасибо большое за ваше внимание что были с нами спасибо большое тебе артем что рассказал показал вам это все выглядит я думаю что вопросов у нас будет меньше ну и конечно же мы очень гибкие быстрые на обратную связь если у вас возникает вопрос какие-либо задавайте нашим менеджером или договаривайтесь с ними чтобы мы провели с вами какой-нибудь skype совместный если вы из регионов встречу если вы в москве мы очень открыты и готовы все показывать рассказывать и дружить и общаться вот тем более что мы строим дилерскую сеть мы хотим сделать такая семья который горит верит и любит нашу продукцию вот поэтому изучайте мы все для этого делаем чтобы вы могли полностью понять разобраться и сделать правильное решение выбор и симпатию к нашей продукции поэтому спасибо большое спасибо увидимся в следующих выпусках пока пока пока